Жертвы принудительного труда в период колониального правления в Корее, которые ранее выиграли иск против японских компаний, подали новый судебный иск. Они требуют выплаты и компенсации за счет активов компании Mitsubishi Heavy Industries, находящихся в Корее, а не жертв общественного фонда, состоящих из пожертвований южнокорейских компаний. Истцы требуют от суда обязать MH Power Systems Korea, дочернюю компанию Mitsubishi Heavy Industries, выплатить им компенсацию. MH Power Systems Korea ежегодно выплачивает Mitsubishi Heavy Industries комиссии в размере десятков тысяч долларов. Жертвы трудовой мобилизации требуют передать эти средства им. Юристы, представляющие интересы истцов, заявляют, что в 2021 году суд арестовал часть активов MH Power Systems Korea. Юристы намерены настаивать на том, чтобы жертвы получили компенсации тем способом, который они считают нужным. Это может быть изъятие и продажа активов японской компании. Если суд примет сторону истцов уже в ходе первого слушания, то появится возможность немедленно начать процесс выплаты компенсации. Из 15 человек через против японских компаний удовлетворен, в живых остались лишь трое. Они выступают против мер правительства. Продолжение следует...